доброго дня мы с украины сегодня хочу вам показать свои перлинки это близкие родственники фиалок я уже о них как-то снимала и показывала но я показывала других родственников не только это нематантусы все а я показываю еще и схинантусы но схинантусы сейчас не цветут а вот нематантус этот вот оцвел уже у меня вот цветочек залишился можете подставиться вот такой полосатик короче их называют еще золотыми рыбками потому что реально посмотрите на эти цветочки да смотрите какие они красивые идеально похоже на рыбки да красивые такие они тут конечно еще листва играет роль огромную потому что смотрите какая пестролистность да вот это вот пестролист на этот вот тоже пестролистник вот этот вот пестролистничек что-то он у меня капризничает в этом году обычно он хорошо растет а этом году что-то не хочет он у меня этот постоянно цветет очень мой любимый один из первых я его завела первым по моему да а потом уже завела вот этот вот гиблиголд это тропикана это у нас гиблиголд видите дала эту веточку дала не пестролистную почему-то надо наверное взять срезать мне посадить по переукоренить по новому потому что видите она тут что-то не хочет пестролистничать она надо отрезать одну веточку и посадить так что еще у нас это golden west golden west который цветет почему из хотела снять показать как они цветут вам вы видели друзья мои а это сар сара очень классная ну вот единственный что минус у них они все-таки капризноватые хотя вот этот был более такой простой и в уходе а вот этот у меня никогда не выходил тут сейчас в этом году все наоборот получилось и сара тоже очень капризная и лучше не зарезать они не любят когда их зарезают сильно их надо чтобы они выросли уже большими были потом их только можно размножать потому что так вот они пропадают еще у меня есть такой же пустик стоит еще один тоже west это вот этот вот который цветет тоже видите такой вот он но вот он стоит на полке и не такой яркий видите а тот стоит на окошечке очень яркий а тут такой как-то не очень она яркая надо поставить наверно окошечко побольше света ему дать видите ну и на полочке на подсветки хорошо растет и так будем ждать их чтобы они разрослись и расцвели помню сару когда я приобрела она в маленьком возрасте уже цвела сейчас чего-то не хочет у нее тоже такие же цветочки будут вот такие же яркие может быть чуть-чуть темнее здесь тоже такие же самые цветы то есть цветы везде одинаковые плюс минус там кроме вот этого полосатика тонны больше и он кстати постоянно цветет куча бутончики тут еще есть у меня ну он классно видите заваливается бедняжка подвесить куда-то в общем вот такое вот так что вот эти такие красоты если кому-то что-то интересно задавайте вопросы комментируйте пишите а мы будем выращивать и показывать их цветение дальше они конечно признаватые но они не любят чтобы их резали и эту сару еле выходила дарим кстати или или она так плохо росла сейчас вот но и кошки вроде пошла расти и такая сочная стала но красивая очень они очень красивые вот этот вот цветет ой а этот он не может стоять видите он такой здоровый у меня куст облокотить на что-то ну в общем вот так вот вот такие у меня красоты есть это как я уже сказала самые близкие родственники фиалок то есть уход такой же как и за фиалочками то есть выращивайте не бойтесь ну единственное что надо поиграться до размножать пока вот это я тоже точно не буду резать потому что не хочу пока она не разрастется мне в огромный вкус не превратится только тогда я буду его размножать а так нет не хочу сильно долго потом она растет в общем вот такие вот красоты есть еще фиалочные родственнички комментируем лайкаем допишем задаем вопросы все друзьи на этом все пока пока до новых зустричьев